1 новые облики траля-ля энрир и мир вся фигня неинтересно интересно сундуки ренеос богов и всего остального из смайта 1 смайт 2 будет не выиграть так крутим 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 это неинтересно вот правки баланса в обновлении 11.1 тигровые режим небесная комета через 90 секунд после начала матча на линии ударит небесная комета упавшая комета наносит небольшой урон в любом врагу в зоне поражения и отбрасывать его она падает очень медленно и соответственно вы абсолютно увидите куда она падает и сможете отойти и урон там небольшой даже если она попадет но наверное будут такие кто от нее умрет интересно будет посмотреть на такие пишите если вы уже умирали от этой кометы у нее 10 единиц здоровья и ей наносится урон только базовыми атаками соответственно при каждой базовой атаке от нее отваливается некий обломок он движется в сторону того кто атаковал комету но забрать его может любой соответственно добрав обломок вы получаете три очка опыта и 5 единиц золота то есть вы можете даже не бить ее но забирать очки опыта и золото когда комета будет уничтожена появится скиптор индра который был два года назад очень крутая штука который может подобрать последний бок оставшийся рядом с ним через 90 секунд скипт индра исчезает и в завоевании через 30 секунд после его исчезновения появится новая комета режимах с башнями комета перестает появляться на линиях когда обе башни первого уровня на ней зачищены то есть башни уничтожены комета действует появляться всем когда все башни первого уровня уничтожен завоевание поменяли место положения лагерей зеленки и лагерь с сундуками гарпии теперь спавнится с зеленого лагеря лагерь счета и перезарядки тоже перемещены новые точки на соответствующих краях карты карта расширена у нее такие уши появились слева и справа и там соответственно будут эти все лагеря циклопы бандиты теперь в завоевании за каждого второго убитого циклопа бандита открывается магазин джунглях и могут делаться покупки союзника в радиусе его действий раньше это была такая зона которая как рукавица давала некий баф теперь это будет зона которая после каждого второго циклопа то есть первого циклопа просто убиваешь рой циклоп дает тебе магазин на 60 секунд то есть тебе можно не тапаться и получать все эти приколы в магазине если ты убил циклопа прям по своей башне или где-то рядом татата чтобы телепортироваться из одной части карты другую стоите на телепорте в течение 40 в течение четырех с половиной секунд появляются телепорты где были лагеря счета и перезарядки находятся два телепорта открывается через 8 минут после начала игры до этого их охраняет наги наг их можно убить и в принципе но все равно не появится никакого телепорта и стоишь на нем четыре с половиной секунды тебя видят ты светишься как на варде и соответственно три телепортишься для тебя перезарядка 120 секунд для каждого следующего бога который не использовал еще телепорт перезарядка его будет 10 секунд после каждого бога гейский маяк теперь не приводит к освобождению титана вместо этого каждого команда захвативший маяк наносит урон всем вражеским постройкам который находится на первых рядах то есть если башни 1 уровня не разрушены башни 1 уровня за Первый маяк 500 единиц урона, за второй 650 единиц урона, треть захвата и последующие 800 единиц урона. И соответственно урон может разрушить башни и Никсам оставляет не менее 10% максимального хп. Огненный великан теперь создает статую, когда его здоровье падает до 85%. В этой статую 750 хп статуи наносится урон базовой атаки и способность. После уничтожения статуи огненный великан 15 секунд получает на 15% больше урона из всех источников. Во всех рейтинговых режимах произойдет жесткий сброс. В течение 2011 года, начиная с обновления 1 стрима, планируем проводить мягкие сбросы рейтингов каждого второго обновления. Теперь баги кудзира наконец-то доступны во всех рейтинговых режимах. Все рецепты удалены из игры. Осколок когти, осколок панциря удалены из игры. Теперь вместо них новый пассивный осколок, золотой. Пассивный эффект всей базовой атаки также наносит врагам в радиусе 10 единиц от цели, 15% урона богам, 25% урона миньонам в лагерях и джунглях. Крепкий осколок, пассивный эффект, получение в вами сильного эффекта контроля, импульс, дающий защиту в размере 5 плюс 1 за уровень для вас и ваших союзников в радиусе 55 единиц на 5 секунд. Эффект срабатывает раз в 20 секунд. Это для базового керри, это для базового саппорта, это для базового джунгляха. Пассивный эффект дает каждые 100 единиц расстояния, которые дают вам усиление физического урона до следующей базовой атаки или способность на 10 единиц, 15%, 10% вашей физической магической силы. Квесты реликвии. Теперь реликвии покупаются только первого уровня, точнее нет, их можно купить даже второго и третьего уровня, но они повышаются также используя бою и выбивая квесты. С первого на второй уровень выбить первую реликвию можно за 140 миньонов, ты их убиваешь или помогаешь, и со второго на третий за 80 миньонов. И квест второй реликвии, так как она берется только на 12 уровне, он попроще. Несколько раз нанести урон или эффект контроля вражеским богам заряд можно получить не чаще, чем раз в секунду. С первой на вторую 90 раз, со второй на третью 60 раз. Релики переработаны, теперь у них будет только один вариант прокачки второго и третьего уровня соответственно, один вариант убран. Вот это говорят, интересная штука будет в новом патче, я уже видел как на ней играют, вроде как для керри достаточно серьезная вещь. На третьем уровне дает 15% поглощения урона, аж входящий урон накапливается 3 секунды, затем вы взрываетесь в разусе 30 единиц, нанеся магический урон в размере 100 плюс 50% входящего урона и до 25 максимального значения здоровья врага. Пока действует эффект, враги могут применять к вам вампиризм только на 50%, каждая базовая атака вражеского бога уменьшает перезарядку этого предмета на 0,5%. Базовая перезарядка 120 секунд, но каждая базовая атака вражеского бога уменьшает перезарядку этого предмета на 5%. Новая реликвия – Брожественная Преграда. Стена Божественного Света шириной 40 единиц уменьшает урон от проходящих через нее базовых атак врага на 30%, проходя через Стену Света враги замедляются на 30% на 3 секунды, стена состоится с 30 секунд, перезарядка 110 секунд. На третьем уровне Траляля все то же самое увеличивает урон всех базовых атак союзников на 10%, проходя через Стену Света враги замедляются на 30%, на 3 секунды, стена стоит 30 секунд, перезарядка уменьшается со второго уровня на 20 секунд, будет 90 секунд. Так, чаша мана удалена из игры. Вард, контактный вард. Вард открывает передвижение врага в радиусе 20 единиц, не преодолевает стены и скрытность. Если вражеский бог входит в поле зрения, вард взрывается через 1,5 секунды в радиусе 45 единиц, замедляя вражеских богов на 20% на 3 секунды и открывая их на 10 секунд. Действует 5 минут или до уничтожения. То есть, когда взрывается, он уничтожается. В инвентаре может быть только один такой предмет. Стоимость 75 единиц золота. Новый вард ворон летит вдоль линии 500 единиц и открывает передвижение врага в радиусе 50 единиц. Видит сквозь стены, но не преодолевает скрытность. В инвентаре может быть только один такой предмет. Стоимость 75 единиц. Переработанный вампиризм. Теперь вампиризм во всей игре на 50% менее эффективно действует на миньонов и, кроме того, увеличен максимальное значение вампиризма. 50 до 80 для физических богов и 40 до 70 для магических богов. Вот интересная фигня. Возвращенные предметы. Щит пустоты. Улучшение от башенного щита. 55% физической защиты. 150 здоровья. 25 кп регенов в 5 секунд. Аура физическая защита вражеских богов в радиусе 55 единиц уменьшается на 10%. Дамару бездны. Улучшение от заклятой кусари. 50% магической защиты. 150 здоровья. 35 маны регенов в 5 секунд. Уменьшение эффектов контроля 20%. Аура магической защиты вражеских богов в радиусе 55 единиц уменьшается на 10%. Сверновый молот. Улучшение от тяжелого молота. 35 к физической силе. 250 к здоровью. 200 к мане. Кассивный эффект. При уровне маны выше 25% вы получаете уменьшение перезарядки 10%. При уровне маны ниже 25% вы получаете плюс 50 маны в 5 секунд. Новый Глиф. Верный Смертоносец. Ваш шанс критического удара увеличен на 1,5 раза. Каждые 5% шанса критического удара выше 100% дает вам 10 единиц физики. Глиф не взаимодействует в Зенвей, поскольку шанс критического удара повышает не она сама, а ее автоматические способности. Глиф. Отравленный палат. Нанося урон вражескому богу, вы отравляете его ядом. На 3 секунды уменьшает исцеление врагов. На 40 секунд уменьшает их наложенные щиты на 50. Удалены обе силы, добавлено по 35 с каждой защиты. Пассивный бонус к скорости атаки от 10 до 15. Преобразование защиты уменьшено на 5%. Ничего нового, интересного. Спасибо, что посмотрели. Всем хорошего настроения. И играйте в прошлые игры. А, и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Лайки, отписки.